канал о модели привет youtube здравствуйте наши уважаемые подписчики просто здраво люд с вами аев студия и сегодня с нами denis панов привет denis привет и из чего позвал тебя знаю ты собрал уже модель кстати друзья сейчас вы увидите на своих экранах такую инсайдерскую информацию может скажем так еще нигде она не демонстрировалась на выставках denis и сделал эта модель от компании мэнк правильно да ну и вот семейство как она называется производство камаз вот и они сделали мы его долго ждали это для вдв вот такой вот интересный тайфун называется вдв единиц его собрал почему его позвал сегодня у нас на обзоре будет опять же тайфун вдв спустя полгода полгода но фирма rpg до удивительно получилось что мы же прошлом году делали как раз это было осень была жаркая новинка минг модель мы будем сравнивать и поговорим об этом как раз когда откроем данную коробку что хочу сказать что я ее сделал только сейчас я ждал когда выйдут дополнительные какие-то наборы потом в итоге потом уже перегорел и уже отложил и в итоге только недавно ее достал я приобрел еще дополнительные наборы от life reason на нее и сделал вставки вы посмотрите что из этого получилось а сейчас мы посмотрим на rpg так совпало что я ее закончил примерно неделю назад и сегодня мы снимали другой проект и сергей достал эту коробку я был удивлен и увижу ее вот только сейчас впервые я для этого ее не в магазинах нигде не видел данную коробку нам предоставил питерский магазин модельный маркет за что ему большое спасибо заходите по ссылке посмотрите на их цены они у них есть уникальные инструменты и много разных предложений но все вы можете посмотреть у них на сайте об этом чуть позже друзья да еще хотел сказать как раз вот денис сказал про магазин модельный маркет такой вот хотел свои две копейки ставить никто из больших магазинов нам не помог вот такой приобрести набор rpg кто как говорил кто уже предзаказы у кого у кого же все раскуплены и так далее ну и тогда мы обратились уже проверенному товарищу к питерскому магазину а модельный маркет и вуаля как мы прям уже да кстати предыдущий тайфун тоже от них был да и предыдущий тайфун от них поэтому модельный маркет нас выручает я бы сказал такой магазин знаешь он небольшой магазин но то что нужно точечно все есть все точечно какая-то модель хитрая и так далее все есть поэтому вот ребята нас выручают уже второй да кстати и последнее по поводу ребят за счет того что они небольшие у них они могут на что на на чем-то сделать акцент да в данном случае вот они быстрее тогда и в дэв привезли у них они держали крутую цену до тем самым заставка два дня да и тем самым они довольно здорово изменили рынок потому что многие магазины продавали эту модель за 4 и более да а модельный маркет выставил ценник 2 900 заставив большинство магазинов подстроиться под себя но тоже интересный момент так что таким магазинам место есть надо быть и молодцы что они пользуются своими возможностями но теперь перейдем коробки да и кстати вот еще один из хотел сказать что ну к сожалению сейчас друзья наши будут смотреть подписчики скажут хотим приобрести скорее всего уже нету в продаже данных моделей в этом магазине но если вы будете спрос будет спрос конечно ребята закупит вам привезут да под заказ конечно можно еще скоро мы ждем наверно у этих ребят будет самый быстрый тигр еще пока нигде в россии не будет а у них будет уже тигр от бордера первый тигр вот в 35 марта очень интересная модель рендеры мы уже видели там много всего такого вот интересного как раз вот здорово да такой анонс но кстати сейчас покажем вам сайт данной данного магазин у них есть свой сайт и группа vk ссылки будут внизу у нас пользуйтесь да под видео но денис коля ты говоришь ни разу не открывала хочешь открыть первый дала я кстати и не открывал не только эту коробку но я не собирал ни одной модели от данного производителя это вторая кстати модель денис первый этап и 8 до это что обратил внимание на номер 002 до вторая модель серии в 35 масштабе они себе отвели под 100 моделей а даже по тысячу 999 ну дай бог и рис вот по коробке что можно сказать здесь уже наверно информационным они когда щас я ребят мы здесь но во первых тактильно очень приятное как материал как будто прорезиненный да 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 вот просто но китайские производители современные они все пользуют используют подобный материал очень приятный на ощупь что здесь можно посмотреть не открыв если в магазине вам вас нет возможности заглянуть внутрь то здесь информативно мы видим что две платы травления точенный ствол 30 миллиметровый отражатели и это скорее все тоже отражатель но на оптику же диск да вот это скорее всего маски что ценно потому что вырезается довольно сложно и декали но с декалей здесь побогаче относительно менговского номера по номерам но очень бедная по интерьеру гейс вот коль это сейчас заговорил про это ты знаешь вот я никак не могу понять все-таки модуль военный машина военные почему же китайцы не могут нарисовать военные номера они нам кладут гражданскую извечный вопрос а вот почему нельзя здесь не знаю на черной подложке друзья поэтому странно она кстати здесь тоже сам да то есть мы гражданские люди взяли такую себе прикупили но вряд ли они в глубину смотрят и не изучают материал сись они берут право фотографии перерисовывают и номера также скорее всего использует там у минга 23 регион нас и но будьте смея до 1016 здесь 116 и 16 и будьте внимательны если вы хотите конечно сделать военную версию ну наверное вам такая намёточка такая есть возьмите последнюю модель от камаз да у нас от звезды там есть черные номера подойдут ли они по размеру здесь они довольно узкие не у нас номера все стандартные а отлично что вот первое то что мы заметили пока у нас гражданские номера ну и покраску смотри похоже на твою кстати ну в принципе да с башни вот именно вот этот вариант я вот такой делал да совершенно верно есть классический зеленый есть трехцветник песочные и песочные с модулем уже закамуфлированным ну вот смотри по пластику как пластик кстати помните у манга мы говорили он такой не специфический был белый раз какой-то такой но в обработке он был очень приятно и очень мягкий с ним вообще проблем не было и это про эту модель по сборке сам ничего не могу сказать потому что она вообще закрыты запечатаны и руками не попробовав нельзя дать какую-то оценку что касается мега это было первое достаточно много модели меговский собирал но это была первая модель который собирается прям буквально щелчок у нее очень много направляющих и большинство элементов поставить как-то по-другому не получится то есть они вот эти моменты уже предусмотрели по сейчас мы пока просто разложим литнике вот раз два три четыре литника уменьшать на упрощенно их гораздо меньше здесь расчленение больше даже с литников гораздо больше но где-то в полтора раза точно но инструкция кайф серьезный пакет у нас кстати опять же заметить хочу что ствол уже здесь металл металл класса да но небольшая но экономия рублей 300 точно сразу что еще бросается в глаза если вы вдруг еще не купили но планируете у вас теперь есть два обзора где вы можете посмотреть и сравнить вот что мне бросается в голову то что кабина разрезана мы сейчас у менга надо на ссылочку здесь вот сверху на прошлый обзор на выдавочный поставим от менга чтобы вы могли как раз сам и денис тоже поставить на паузу включить предыдущие выпуска посмотреть вот кабина разрезана на несколько частей здесь не знаю для чего да ну у менга она прям целиком и дается здесь ее придется собирать ну я не думаю что какие-то швы будут выражаться ли затирать ничего да но она видна в нахлёст станет дорога поэтому стыд не нужно будет обрабатывать как раз сделан для того чтобы внутрянку покрасить например четыре стороны три стороны собрать 4 начал удобно да кстати да может это как раз из-за покраски так а что касается внутрянки интерьера я чуть кресел не вижу там наверное все таки без интерьера идет дамы посмотрим что у нас в инструкции они кстати как альбом да класс она цветная здесь сначала ходовая тёрт твердую прикол вот она и разница вот смотрите собрать можно сделать открытой двери кабины водителя а сзади да здесь нету здесь нету боевого модуля у менгу он дается хотя сейчас посмотрим чуть дальше ну да его нету то есть здесь упрощенность да 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 то что внутри ну соответственно нету кресел для десанта ну ну вот открывать двери да это упрощает да здесь уже такой интересного интерьера вы не найдете что у нас дальше идет там получается что ну дальше уже экстерьер на водительские двери можно открыть уже 10 десант нет я не видел предыдущих инструкций но немножко ломать глаза очень много вот этих красных красных линий которые да и очень удалены объекты друг от друга и очень тяжело понять что же именно в какой последовательности но надо привыкнуть к такой подачи по сборке инструкция отличается друзья сильно сильно и немножко перегружает тут на самом деле элементов которые надо собрать их не так много но за счет вот больших количества линий разных цветов кажется что вот в данном моменте очень много сложно да очень сложно не идет небольшая конечно все таки перегрузка и одно синие тоже значки получаются где там клеить день и клеить да они как-то тоже так ну папу надо просто собирать и пробовать но здесь основной упор сделан на экстерьер интерьера здесь тока водители и пассажир но вот еще один вывод да мы с тобой сделали что друзья если кто-то хочет делать машину открытую и показать внутреннее убранство уже интерьера модуля где сидит десант вам нужен мэнг да но что касается про про качество проработки то здесь она все-таки лучше то есть милка немножко упрощен расчет да и для менга есть уже набор микродизайна который его оживляет который микродизайном никак не пришло уже наверное есть куча информации уже потерялся какую-то актуальность имеет смысл купить вот этот набор если вам важен экстерьер то есть вы будете делать упор на покраску и на акценты вот у всех вот этих внешних элементов но кстати различий есть смотри их много до решетки до фары другие решетки уминга их точно не было дворников 4 до 4 это все то же самое баки защищены да по-другому выполнены подножки да совсем там они или немножко грубовато здесь детализация все-таки выше и еще антенны сейчас мы их найдем антенны вот ну пока трудно судить но но не хуже чем у менга точно низ проработан лучше чем у менга это это сто процентов имеешь ввиду вот здесь целые плотно здесь дает смотри даже кулаки поворотные кипы то есть ну да еще разница в том что у менга подвеска рабочая здесь нет но детализации все-таки будет выше поэтому обращаю внимание на резину посмотри вот как эта фирма это делает я не знаю видишь нету шва то есть в середине нету шва качество колеса выше вторых смотри брендирование полностью ведет и очень горло мишлен плотненько очень развит вот эти боковые дано примут как будто видно что здесь внутри корт как будто да вот смотри лишь такие линии да 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 вера конечно но здесь нет смысла тогда менять на смолу если вам только нужна просадка да если вы загоняетесь по этому поводу можно смело оставлять а вот у менга конечно желательно менять от резины здесь клевый класс да и протекторы и все я даже не вижу как как питатель подходит к этой как они сделали технологически не трудно не знаю может в разъемной формы кстати резина здесь до крутая ну вот то что вот мы на боковике смотрели все вот здесь комплектом лежит диктали маски ствол точеный отражателя и две платки фототравления что намного богаче чем у менга опять же они сделали акцент именно на деталировку здесь они берут здорово что есть выбор у нас потому что до этого был менка и все и приходилось как-то вот покупать какие-то дополнительные наборы что усложняло удорожала модель на в данном случае можно обойтись малой кровью купить этот набор и на многих вещах сэкономить на колесах точно на травленки на на здесь уже бессмысленно точеный ствол маска это все на самом деле по нынешним деньгам выливается в серьезную копеечку про ашина и вообще молчу там то есть если все это перевести на деньги ну порядка 3000 вы здесь сразу вам дополнительно в качестве бонуса вложили в данный набор и денис еще заметить хочу что ты знаешь я не знаю это такой вот уже акт какой-то агрессии наоборот или все-таки это уже данная компания легально это сделал потому что чем идет друзья если вы присматриваете коробки здесь официально написано камаз не обратил на то есть вот ну даже российские некоторые фирмы да как-то стесняются писать это ну и не знаю китай далеко здесь вот так вот раз и можем мы сказать что это брендированная техника потому что я здесь тоже сначала как-то не заметил на коробке а потом уже посмотрел на их и на инструкции и мы в россии на камаз на российский камаз хлопа на камаз на об этом вот но будем надеяться что я не знаю что вы знали может вопрос решен на забавкин в комментариях может это уже правда как бы брендированная штука и они официально с этим делом уже имеют какие-то тогда получается что они умерили но вообще машины секретные да и по поводу боевого модуля он сделан лучше чем минговский здесь кстати даже если бы не было бы точеного ствола здесь в роли до шикарного минга намного упрощенного да в том то есть и дело что просверливать не надо есть отверстие огнегасители есть тоже здесь они все выполнены шикарно и здесь отверстие пролетает это смотри до боевой модуль здесь 5 с плюсом однозначно низкодовая очень качественно тоже зала да вот защита как раз отделение на где сидят люди ну то она вот чтобы от подрыва снизу получается такой брони щит здесь идет снизу и здесь защита с моего серьезная карта но вот опять же мы я уже сказал свое мнение денису денис меня поправил потому что он собирал эту машину уже когда красишь уже видно это да когда не красишь мы видим радиаторную решетку она у нас не имеет отверстий она уже вставлена там как бы решеточки измену менга единственная плата в комплекте травления это как раз вот радиаторная сетка она дается но после покраски я ее кстати когда грунтовал ее закрыл специально чтобы все равно когда грунт он настолько мелкое сечение что можно сразу забьется да и поэтому я учел этот элемент его закрыл масками а потом прокрасил и в итоге когда уже после тренировки она просто потерялась ну нету акцента на нее вообще никакого не видно из-за того что просвета внутри нету никакого и не видно что там вообще хоть какое-то обращение есть но вот здесь как раз этом фирма rpg пошла по этому поводу что вы если вы прольете проливкой да например у вас будет уже вот эту структуру решетки она почему еще скорее всего сделала эта фирма так потому что если травленная решетка все мы знаем капельки вот эти они проникают вовнутрь и никакого эффекта проливки мы не видим верно а здесь есть подложка снизу до получается и капли вот эти некуда деваться и собираются собираются поэтому вот с точки зрения художественной да да здесь это можно будет воспроизвести это минус а наоборот считаем можно плюс те любят люди которые красить вот именно художественно вот пожалуйста у вас не будет протекать все через травленный решет до остается вопрос китайцы это учли или да может кто-то подсказал или просто или им было так проще отлить и все непонятно ну если подводить итоги по модели на данный момент у нас выбор между менка и rpg отдать кому-то предпочтение однозначно невозможно потому что наборы имеют ряд преимуществ ну и недостатков поэтому здесь вы уже обладая вот этой всей информацией можете быть более гибкими в плане и финансов и того что вы хотите на выходе иметь поэтому смотрите анализируйте выбирайте ну и обязательно покупать и делайте ну и мы кое-что еще подскажем что у компании rpg существует три набора 3 да я промолчу поэтому я не изучал то просто 1 1 который мы с вами смотрим сейчас это вот с боевым модулем который у нас 30 миллиметровый там пушечка имеет 2 как раз это такой же экземпляр камаза но без модуля вверху просто как бы наверно штабная машина и третий набор это когда две эти машины совмещены вот это я в одну коробку и тогда по цене получается очень даже и вкусно то есть вы получаете две машины на выбор и можете например от life резина купить другой модуль какой-то и сделать вот здесь еще такой вот оказывается у нас есть еще здорово выбор здорово поэтому друзья если вы хотите сделать акцент наверное на экстерьер да в этом случае только экстерьер экстерьер да еще там например добавить что-то свое вот обвесить эту машину ну смотрите тогда rpg если что-то внутрянки тогда наверно мент ну а вообще конечно смотрите по деньгам как вам выгодно можете то и другое да да вот ну а мы еще раз хотим рассказать большое спасибо компании который находится в городе санкт-петербург олегу привет большой олег большое спасибо за качество отсылки модели и быстроту прям кстати олег отослал прям в этот же день здорово надо отлично вот хочу еще сказать многие спрашивают ты говорит показываешь вот у олега есть какие-то интересные штучки такие которые нет ни у кого вот друзья джи элси такая вот пилка есть очень тонкая как лезвие обыкновенные которые бреются вот посмотрите до него чем она хороша пропил прямо не знаю какой там 025 здесь даже пишут да есть 025 05 полтора и миллиметр так что заходите ребята будут рады вам продать опять же под данном видео сайт есть и группа вконтакте ребят ну а еще раз хочу сказать большое спасибо денису за то что он пришел да спасибо было интересно посмотреть да свое мнение вот возможно он теперь задумался сделать вторую не сразу пишите в комментариях может вы уже сделали какую-то из этих машин может кто-то из и rpg уже сделал вот будет интересно почитать ваше мнение ну а с вами была а и в студии денис панов спасибо замечательная модель которая представлена нам на обзор компании модельный маркет точно спасибо до свидания пока